А в рамках 20-х международных рождественских образовательных чтений состоялся также круглый стол о России, Афон, Греции, Кипр. Он посвящен международной общественной российско-греческой мемориальной акции «От Рождества до Воскресения». Подробности у Инны Тихоновой. Общественная акция «От Рождества до Воскресения» призвана познакомить россиян с подвижническим подвигом их братьев по вере в период с 15 века по 20-й. Достойный возрождение исторической памяти и замечательный пример дружбы народов. На пресс-конференции русские священники и афонские монахи рассказали о целях проекта. С особыми чувствами и священным требованием мы приветствуем сегодняшнее мероприятие, посвященное исповедникам, новомученикам интерьерского мира, которые жили и подвязались во времена Османской империи. Мы очень благодарны организаторам этого мероприятия, потому что такие сюжеты в современном мире очень важны. Акция продлится в течение всего 2012 года. Она начнется в Москве и пройдет помимо столицы в Ростове-на-Дону, в Алма-Ате и на Святой горе Афон. Проект очень большой, в нем несколько составляющих. В Дар России уже доставлены с афоны иконы греческих новомучеников. Стоялся большой мультимедийный проект «Исповедники православия после гибели империи», включающий в себя выпуск аудиокниги. А в рамках рождественских чтений пройдет мемориальный концерт в зале церковных соборов в Храме Христа Спасителя. Она состоит из шести дисков в общей сложности, которые называются «От Рождества до Воскресения, часть 2. Исповедники православия после гибели империи». Здесь вы видите три диска, и, так сказать, это первый том. Есть еще второй том, а, значит, где еще три диска. То есть шесть, состоящие из шести дисков в общей сложности. Для участия в акции в Москву со Святой горы Афон прибыла делегация монастыря Дионисиад. Во главе с членами священного кинота – органы самоуправления афонских монастырей, монахом Симеоном. Делегация сопровождает икону святых новомучеников и исповедников Христовых – Эллады, Кипра, Малой Азии и Понта 15-20 веков. Образ будет принесен в дар Русской Православной Церкви.